12 февраля 2022 год впервые за месяц пожалуй небо прояснилось есть ветерочек и дрожание камеры именно из-за него тут я же ничего не сделаю написали мне в комментариях просьбе не трогать камеру хотя бы минуту чтобы луна самостоятельно через кадр прошло минуты не трогаем при увеличении призуме 125 крат даже такие ветерочки слабенькие дают колебания очень даже существенные усиливается усиливается ISO 125 погодержка 1 к 160 фотоаппарат Nikon Gold PXP 1000 так все вот так оставил и пускай наша Селена сама на тоннешку кому-то рад нет даже с собой закрываю камеру всем своим центнером ничего не помогает ветер все равно добирается 398 тысяч километров сейчас от Земли до Луны луна практически в зените а если что я там дату озвучивал да 12 февраля время не озвучивал 21.47 по Киеву Харьково 12 февраля 2022 год ух как у нас много двоек следующим дублем сниму со звезды Ориона пояс Ориона Бетельгейзе увеличу выдержку светочувствительностью повышу это позволит увидеть звезды звезд не видно почему некоторые спрашивают Луна очень яркий объект либо Луна будет видна как белое пятно на экране тогда звезды можно будет различить более тусклая чем Луна вот так вот Либо мы уже рассматриваем Луну, но тогда более тусклые звезды не видны Ах ты ж моя красота А кратеры на Луне круглые, отвечаю на вопрос, который сам когда-то задавал Они клинообразные, как при падении снаряда, допустим, в землю Ядра в землю Уменьшаю еще выдержку, слишком ярко, по-моему Потому что при скорости той вхождения астероида в грунт Луны Получается аналог ядерного взрыва А не падение снаряда или камешка Лягушкой скачущего по поверхности пруда А когда взрывается атомная бомба Кратер от нее все равно будет круглый Под каким бы углом эта бомба С поверхность Земли, Луны или другого тела не входила Так, ладно, это дубль первый 12 февраля 2022 год, Харьков Субтитры сделал DimaTorzok